Здравствуйте! Сейчас мы поговорим о начале экзамена в авторегистре проверки автомобиля перед началом движения. Есть такой закон, что перед тем, как начать движение, водитель обязан убедиться в исправности транспортного средства и следить за его техническим состоянием пути. Исходя из этого, каждый раз перед поездкой мы должны проверять свой автомобиль. В первую очередь, что мы смотрим для того, чтобы движение было безопасным? Обходим вокруг автомобиля и смотрим, нет ли никаких повреждений, нет ли никаких царапин, вмятин, что автомобиль целый. Издалека уже можно увидеть, что никаких жидкостей под машиной нет. Например, какая-нибудь лужа масла. Все, мы уже видим, что на такой автомобиль использовать нельзя, надо разбираться, в чем проблема. Следующий момент, что спрашивают экзаменаторы. Один раз я присутствовал на экзамене, и экзаменатор очень долго говорит, что еще надо проверить. Ученик уже все перечислил, одно, другое, третье. Ну что еще надо проверить? Я уже сам думал, что еще надо проверить. Ну, важный момент. Теперь я знаю, что еще надо проверить, что автомобиль в комплекте. Есть фары на месте, есть зеркала на месте, есть дворники на месте. Ну, в данной машине еще колпаки были. Вот эти вещи надо проверить. Шины, что шины накачаны, никаких повреждений, никаких шишек нет. И глубина протектора соответствует времени года. В летний период 1,6 мм, минимальная глубина протектора резины. И в зимний период минимум 3 мм. Ну, и резина должна соответствовать времени года. Зимой зимняя, летом летняя. Это то, что визуально мы видим. Потом мы уже садимся в автомобиль. Включаем световые приборы и начинаем их проверять. Ну, а автомобили в авторегистре, в принципе, что там? У нас два положения основные. Это ближний свет и дневной ходовой свет. Если у нас дневной ходовой свет, это положение 0, такое обозначение. Дневной ходовой свет включается, и ничего, кроме этого, гореть не должно. Спереди горят две лампочки дневного ходового света, а не такого фиолетового света. И сзади ничего гореть не должно. Ни габаритных огней, ни лампочки подсветки номера. Это достаточно. Если мы включаем ближний свет, спереди загорается ближний свет, габаритные огни, сзади габаритные огни и лампочки подсветки номера. Это все мы должны проверить. Ну, по сути, если какой-то светлый погожий день, вы можете ехать, даже лучше ехать в целях экономии с дневным ходовым светом. Если пасмурная, как я называю, у нас в Эстонии уже с конца октября начинается полярная ночь, и пасмурные такие темные дни, лучше все-таки включать ближний свет, чтобы машина была более заметной на дороге. Далее переходим к проверке стоп-сигналов. Попросим экзаменатора, чтобы он нажал на тормоз. Сами посмотрим, горят ли стоп-сигналы. И на вопрос экзаменатора очень часто они любят задавать, что как вы будете проверять, если вы одним в вашем машине находитесь. Отвечайте, используя отражение. Я сам пробовал, на самом деле, если светлый какой-то день, да ничего, вы не увидите в этом отражении. Ну, можно какую-то там витрину найти, или там машину, или просто стенку. Ну, как-то так. Отвечайте. Ну, чтобы, главное, этот вопрос вас в ступор не ввел. И проверить указатель поворотников. Включайте аварийную сигнализацию, этого достаточно, и вокруг обойдите, что все указатели поворотников горят, все лампочки исправны. И сигнал заднего хода, опять же, попросите экзаменатора включить заднюю передачу. Или вы можете выключить двигатель, включить зажигание и включить заднюю передачу. Тогда все будет видно, что горит задний ход. Задний ход, он одновременно в темное время суток освещает, и в дневное время суток дает понять, что машина двигается именно задним ходом. Далее садимся в автомобиль и проверяем, чтобы был у нас запас топлива. Не горело никаких красных лампочек на панели приборов или желтых лампочек. Напоминаю, красный свет – это свет опасности. Если что-то красное горит, мы ехать не можем. Ну, что мы, бытовые вещи, которые мы можем часто видеть, это ремень безопасности не пристегнули или ручной тормоз не сняли. В этом случае двигаться запрещено, но остальные красные лампочки лучше не видеть. Это очень дорогой ремонт будет. Ну, посмотрели, что никаких сигнальных лампочек красных не горит на панели приборов. Также и желтых лампочек. Очень часто в зимний период, когда перепады температур, мороз, тепло, ну, как-то так, очень часто загорается желтые лампочки давления по крышкам. Если увидели лампочку, то застрите экзаменателю. Ну, объясните, вы не обязаны знать все эти лампочки. Спросите, а почему эта лампочка горит? Ну, и придите к общему знаменателю. Топливо, лампочки, что мы еще не проверили? Средства безопасности, руль у нас как настроен, ремни безопасности пристегнуты, как они настроены, подголовники, как они настроены. И, ну, можете спросить у экзаменатора, а все ли у нас в комплекте, есть ли у нас жилет безопасности, противооткатные упоры, знак аварийной остановки. Что у нас еще? Что у нас еще? Огнетушитель. И сделан ли контроль огнетушитель? Если все это соответствует, пожалуйста, можем начинать. Важно понимать, что эта часть экзамена даже не учитывается. Учитывается три вещи. Безопасность, знание правил дорожного движения и управление автомобилем. Если мы на эти вопросы не ответили, на что мы нарушили? Да ничего. Но очень сильно из колеи это выбивает, когда мы не можем ответить на какие-то вопросы. Все-таки лучше начать хорошо свой экзамен, чтобы все было гладко, а не так, что мы не можем ответить на какой-либо вопрос. Ну, уже в самом начале мы уже будем как бы напуганы. Спокойно начинайте, проработайте это несколько раз, будьте готовы к этому. Ну, вот, в принципе, и все. Всего доброго.